Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Я так разозлился, что послала его найти все вещи, что он выбросил. Может ты сможешь помочь нам подобрать остальные вещи, что Робу и выбросил. Я не могу оставить Робу со своей нашей добычей. Спасибо, Робу взял на себя южные прибрежные места и ищет добычу там. Так что ты собираешь то, что уже прибыло к берегу вдоль лабиринтового прибережья. Нам нужно собрать всё обратно. Ой, что-то я прям вообще увлеклась озвучиванием. Я думаю, правда это звучало ужасно, но ладно. Нас отправляют собирать вещи. Благо на карте показано, где эти вещи вообще надо искать. Ну, кстати, в прошлом году я не помню эти задания. Хотя я не так прям играла. Всадника не было. Я помню, что я собирала только... Ну, ходила и искала призраков. Потом ещё задания были. Ну, а вот то, что потерянные вещи я вообще... Так. Ну, где-то здесь уже всё должно начинаться. Я так вижу по карте. Да, вон я вижу один сундук уже есть. Надеюсь, вещей немного, потому что они, по сути, лабиринта маленькие. А, всего лишь три вещи. Как замечательно. Значит, у нас вещичку мы нашли. Давайте поедем дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, это не то. Вон ещё одна вещичка. Ой, ну тут все скачут на этих магических конях всадника без головы. Я тоже хочу! Ничего, ничего. Моё время ещё может быть. Главное, дотерпеть. Так, ваша лошадь всё теряет, поэтому не может быстро перетягаться. Угу. Но чувствую, если я сейчас третий игруш на себя возьму, я смогу только рыщей уехать. Ну, ладно, как-нибудь доедем, конечно же. Нас это не останавливает. Ой, аж бы уже закрепело после этого бандита. А, ну да, то-да-да-да, только рысью можно уехать. Давайте так, встретимся, когда я уже до него доеду каким-нибудь образом. Ну, в общем, чисто случайно я нашла один фокус. Вы, когда едете с жутко тяжёлым грузом, вы должны зайти в воду, чтобы вас телепортнуло обратно. И тогда вы можете из серии с бредом скакать на полном полевом карьерном голубом. Не знаю. Ну, вообще, суть в том, что вы поняли. У вас большой груз, вы двигаетесь медленно, заходите в воду, чтобы вас телепортнуло обратно. И всё. И свободным движением. Просто берёте себе и скачете дальше, куда он угодно. Поэтому мы сейчас быстренько со всем вот этим грузом на крупе лошади доедем до нашего бандита. Так, ну там чё-то в обновлении было написано, что это что-то магическое какое-то задание, мистическое я даже сказала. Что-то магическое. Ах, замечательно. Спасибо, Даня. Похоже, этой части нашей добычи удалось уйти без повреждений. Класс. Раа, куда эта морская собака Роб подевался? Он должен был быть уже здесь. Ты можешь поездить вокруг и посмотреть, если ты сможешь найти его? Спасибо. Я знаю, он, как правило, зависает вокруг побережья, около места, где проводят чемпионаты. Если ты посмотришь там, вероятно, найдёшь. Да, люблю всегда, когда есть такие парочки, которые всегда вечно во что-то попадают. Везде такие есть, и это смешные персонажи, но иногда их жутко жалко, потому что с ними просто происходят какие-то жутко-жутко простые вещи, а они не нравятся вляпаться во что-то. Так, ну ёху-ху-ху-ху-ху-ху. Ааа, ну туда-либо, ну, а почему нельзя пироговаться? Ну, придётся в обход ехать. Ну, в общем, хе-хе. Опять же встретимся уже около Роба, если мы его вообще найдём в первый раз. Итак, мы приближаемся к месту чемпионата, и я врезалась в забор. Ничего удивительного, всё нормально. Так. Ага. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Что-то. Печенье там есть. Другое? Ааа, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Хружка! Роб! Ну-ка. Ааа, ваза для печенья с именем Роб на ней. Может ли это быть ваза для печенья Роба? Конечно, да. Ты не видишь Робу нигде поблизости? Ну что? Это похоже печенье. Может быть, Роба старался следить из крошек печенья за собой? Если ты будешь следовать за следом из крошек, то возможно, ты найдёшь его. Они выглядят как довольно вкусные печенья, так что, вероятно, лучше, чтобы ты собрала их и взяла с собой. Нормально. Ага. Он в лесу. Он в золотом лесу? Так. Раз печенька. Два печенька. Три печенька. Я думаю, что в десять. Четыре. Пять. Печеньк. Шесть. Нужно начать разбиваться. Семь. Восемь. Девять. А десятое сам Роб. Бра. Да я? Роб. Не говори. Бра. Кажется, как будто ты не собираешься получить больше информации от Роба. Если ты дашь ему печенье, то, возможно, поможет. Может быть, он успокоится. Ааа. Кормите Робу печеньем. Да. Раз. Два. Нормально. Как будто собачку кормит. Печеньки. Ом-ном-ном-ном-ном. Хи-хи. Роб хочет быть с Бобом прямо сейчас. Дарья, пожалуйста, возьми Робу к Бобу на лошади. Роб не катался раньше, но Роб не хочет оставаться в лесу. Нифига себе прикольно. Блин, надо было брать шведов все-таки. Интересно, он вы кричит. Нет. Ааа, жалко. Мне так нравится, когда девчонка, которая вот эти вот скачки дает. Когда мы её везли, когда... Если мы делали прыжок, она кричала «Вииииии». И руками в разными сторонами просто махала. Это было так весело! Причем я, человека случайно заметила и потом рассказала всем своим друзьям. Потому что, ну, обычно ни хвоords не прыгать во время езды, чаще всего. Здесь были а, когда вот такие задания там делаешь. И потом все прыгали, бегали, и у всех было вот это «Виииии». А Роб просто сидит, я так понимаю, он высматривает Боба. Ну ладно, раз он высматривает Боба, то мы отвезём его к Бобу. Так, мы чуть не проехали вообще эту пещеру мимо. Надо её в заказ, кстати, закрыть. Роб, вот твой Боб. Боб, вот твой Роб. Вот ты где, я только пытался понять, куда же ты делался, Роб. Где это? Роб, ты что имеешь в виду, что ты не нашёл? Ты бесполезный маленький зверёныш, конечно же там нет никакого призрака в статую. Откуда ты взял эту идею? Мне говорят, что ты всё ещё думаешь о парне, от которого мы получили эту статую. Эх, да, я случайно не видела маленькую статуэтку, когда нашла Роба. Хм, жаль. Мне удалось получить её по бросовой цене в крошечной деревне на юго-востоке Азии. Статуя была одна из вещей, что Роб бросил за борт, и она, вероятно, упала где-то нибудь в лесу. Что ты вообще делал в лесу, Роб? Эх, ничего, кажется, не имеет смысла, когда дело касается этого болвана. Надеюсь, он сможет рассказать больше, когда он успокоится. Но в это время я сделала ему чай и печенье, и он, надеюсь, почувствует себя лучше. Ты не могла бы съездить и сплюнуть, где может быть эта статуя? Я сделаю пока чай и печенье для тебя. Отлично, это, наверное, где-то в лесу, где ты нашла Роба. Очень мило. Пираты будут делать мне чай с печеньем. Ребята, я на вашей стороне. Возьмите меня к себе. Ой, ладно, опять едем в лес. Туда же. Вот мы и в лесу. Точнее, уже подъезжаем к месту, где будем искать. Мне только кажется, лес в лесу изменился. Хе, хе, хе. Ну ладно. Я помню, что... Так. Не в прошлом году, а в позапрошлом году. В лесу была какая-то страшная девочка. Прям помню. Ты никогда не найдешь. Блин, вот она! Вот эта девочка! Я знаю, она внешне не очень страшная, но... Мне она не нравится. Я вообще не люблю, когда что-то так резко откуда-то появляется. Не важно, в какой игрушке. Ну, просто посмотрите. Если бы она еще стояла, нормально, ну... Или в воздухе вылетала, произойдет. Хе-хе, я говорил тебе, что ты ищешь не здесь. Я нашел статую на пляже и принес ее сюда. Я могу показать вам, если вам интересно. Почему я взяла ее сюда? Хе-хе. А почему нет? Ты хочешь забрать статую или нет? Тогда пойдем, я покажу дорогу. Это совсем недалеко. Ну ладно. У меня аж... Если бы у меня на спине было бы шерст, она бы как-то... Дыбом бы стала, наверное. Она так странно идет, ну, как бы... И призрак, и призрак, вон он. Ну ладно, мы задание с девочкой сделаем. Может быть, к призраку подойдем, он по-добрее как-то выглядит. Девочка... Вот просто, говорит, с очень милая, в принципе. Одежда старая и грязная, но это, как бы, не так уж и критично. Походка... Ммм... Ну, походка сейчас... Вживую можно людей видеть, которые именно так и ходят, потому что к другому они не могут. Ну, то, что она называется мистическая девочка... Дев... Девушка! В каком месте эта девушка? Тем более она говорит про себя в мужском роде. Я спрятал. Я поведу. Точнее, я поведу это и так. Вот, я спрятал. Почему эта мистическая девушка, которая похожа больше на девочку, и которая говорит про себя в мужском роде? Стар Стэйвл! С вашим переводом мне еще страшнее становится. Вы вообще понимаете это, нет? А я не помню, почему я искала эту девочку в прошлом году. Что-то, как бы, с ней было связано. Задание... Что-то в задании она давала, и мне было это очень интересно, мне это хотелось. Но... Но... Ей не было. Она мне была для чего-то нужна. Но в тот год ее не было. Что мне надо было от нее? А сквозь пустую проходить обязательно. Девочка, ты же нас по кругу ведешь. А! Резрак, стой! Спаси меня! Забери меня! Меня от нее! Ну ладно. Ладно, ладно. Так. Итак, девушка нас привела к какому-то месту. Вот мы и пришли. Посмотри там, под этим деревом. Там ты найдешь то, что ты ищешь. Не нравится мне то, что ты найдешь вместе с этим куском старого барахла. Наверное, я бы шла просто выбросить это. Что-то в этой девушке заставляет тебя чувствовать себя немного неловко. Но как-то ты найдешь татуэтку, можно будет вернуться назад в любовную робу. Хм. Девушка ушла, но это похоже на статую, которую я так искала. Ну да, ну просто взяла и спарилась. Это нормально, да? Ну, на что ты, на чертем, кто будет? Хе-хе, я шагаю, что ты никогда не найдешь. Девушка, ну хватит со мной играть, я это не люблю. За что мне все это? Теперь, когда я помогла тебе найти то, что ты искала, я хочу, чтобы ты помогла теперь мне. Я поранилась и не могу уходить. Мало бы ты сможешь привезти меня Мхата в город на лошади? Дай мне твоей рукой, тяни меня на коня. Начинает темнеть, нам нужно спешить. Действительно хорошая идея помочь этой девушке у тебя исправнивая. Но что плохого может случиться? Помоги мистической девушке сесть на лошади. Эм. 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 Ты кто такой? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я чувствую, мои мысли возвращаются ко мне. А мои силы только будут. Охахаха. Осталось немного времени, прежде чем я получу обратно мои силы. Теперь мне больше не придется беспокоиться о том, чтобы скрываться в этой уродливой человеческой корне. Конечно, у нас есть ты, маленькая девочка. И что скажешь, если я дам тебе крошечный шанс убежать, пока я буду пожирать твою лошадь? Ха-ха-ха. Не то, чтобы ты сможешь убежать далеко, прежде чем мои зубы найдут от тебя. Охахаха. Охахаха. Думаю, что ты можешь уйти от меня. Нет времени проигрывать. Сейчас я не тогда должна бежать от монстра и ехать обратно к Бобу. Он знает, что это из чудовища. Скачка! Спасай! Я-ка, держу. Эх! Не взять! Чем ты веришься, веришься? Мель смеять! Фальклеет! Фалькелечка! Как этого не было готово. Это-это-это что же, надо быть лишним. И сколько нам так бежать? Тихо, 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 поворачивай. Я просто его больше немного не вижу. Кого вы привезли? Похоже, я потеряла монстрам, нужно вернуться к Бобу. Да, очень весело. Ладно, встретимся, когда приедем к Бобу. Мы вернулись к этим двум пиратам. Что они вам скажут совершенно? Дарья, что случилось, ты нашла стратую? А, она же здесь лошадь. Ах, монстр! Хм, интересно, позволь мне поближе взглянуть на эту статую, Дарья. Я думаю, когда ты путешествуешь столько, сколько роб и я, ты слышишь все истории, в основном за Рудон. Это, конечно, не в первый раз, что мы бы наткнулись на волшебстворе мистический объект. Я слышал мою часть истории о вещах, которые были живыми и тюрьмами для всех видов существ. Эта статуя тоже. Я не уверен, откуда он пришел. Идея и роб. Что, роб, съешь слишком много печенья? Ратаданава усики? О чем вообще ты говоришь? Конечно, это индус! Он говорит, что на хинди? Что... Что ты говоришь, он сказал? Ратаданава усики? Это означает, что усики монстры ночи, как я знаю. Фу, я, конечно, могу гулять на хинди. Эсклюзив мир столько раз. Дарья, помоги мне найти в моих книгах то, что можно сделать монстры... Что можно сделать с монстром ночи или усики. Усики. Угу... Ищем... Может быть здесь? Ищем, ищем, ищем... И тут ничего? Может быть, здесь? Умм… Как назло, в самой последней книге, ображ Care. Всё меня так.. Умм… Я же говорю... Осталась последняя книга. Ну, хотя нет, она сильно отличается от других, поэтому надо было их не сажать. Ну, я решила просто делать, а мы будем тихо. Нашли. Да, тюга. Ммм, вот книга, которую я забыла. Ты же дядя, почему ты забыла? Дай-ка мне посмотреть. Кладёмся, ну, я устанавливаю изображение. Похоже, мы и не делаем с монстром ночи. Монстр ночи ненавидит свет и через свою силу может превратить всё вокруг. Ночи тьму такой, почему свет в лесу отличается от света за её пределами. Если у Сики это имя монстра, получается, хочет, чтобы везде была вечная ночь в осеннем лесу, и после этого тьма будет пытаться взять на себя все золотые холмы. Если мы не сделаем что-нибудь, чтобы остановить его, мы столкнёмся с вечной ночью над всем Юрвиком. Здесь говорится в книге, что мы можем его остановить, мы должны вернуть его в его дом, в этой статую, откуда он пришёл. Прежде чем мы это сделаем, мы должны ослабить у Сики, мы должны зажечь романтические палочки, чтобы сделать это. Да может мне это не так ли? Да, по-моему, конечно. Отлично, мы бы не хотели, чтобы юрдик погрузился во сне. Из-за вас-то. О! Мы также понадобятся кора, чтобы получить время, что книга говорит, что мы должны использовать красную кору. Тогда нам произвел здесь много деревьев с красной корой. Да, я с красной корой, это деревья с действительно красными листьями. Так что легко увидеть, какие есть деревья с красной корой. Используя свой нож снова. Вот такой нож. Красные листья. Итак, нужно жёлтый корень, чтобы сделать ладан. Жёлтый корень обычно растёт на конюшне у золотого листа. Ага, хорошо. Три корни должны быть достаточно. Конюшня. Значит, красные листья у конюшни и золотой золотой золотой. В книге является также нужна какая-то смола для благовония. Я знаю, что получается различные виды смолы в зависимости от родовой, иметь ли дерево листья или иглы. Но смола нам нужна от хвойного дерева. Ах, да-да-да, это значит, что это дерево с иголками. Есть много хвойных деревьев, на другой стороне, пляж. Там, где нашли лапу других наших контопозистов, если помнишь, да. Возьми ты нож, так что... Ага, да. Ну ладно. Так. Попопопоп. Попопоп. Попопопопопоп. Ладно, приедем, пойдем искать. Вот. Вот-вот-вот. Деревья с красными листьями. Нашли. Ах. так нет да но нужно слезть с лошади смысле но вы едем я не тебя там я красные листья а вон еще я думаю все они здесь на территории будут это будет легко корень и смола и так мы приехали наконец-то мы все собрали корень смолу кора вот что я думаю получили все что нужно не на самом деле отдела данность как раз это моих путешествий видите так что я могу исправить эту проблему вот ты не найдешь лучшего дано больших рынков и не хорошо теперь нам нужно разместить эти часы с благовониям листу направленные расположены прямо вокруг случайно прощупного я сделаю несколько знаков здесь не только что показать где положить чашину слушай осторожного куша по очереди пробирается по улицу в поисках свои следующие жертвы подать разместишь ладом ходи бы выяснили подаем с тобой и буду ждать будем заходил на вес уже уже устала если честно снимать потому что даже если вот я нажимаю на паузу зато на самом деле бегают 7 чаш я думал там три чаши на пока что мы бегаем ставим чаши видимо надо не попадаться в другую чашку в общем бегаем без лошади пока что то что на лошади могут не сделать в смысле как это я его даже не видела в общем это уже следующий день мне пришлось все перезайти в тот раз потому что вот это состояние последнее которое вы видели у меня был мой персонаж мой экран и я не могла даже двигаться и двигать камеру в итоге мне пришлось перезайти и взять это задание заново но уже на следующий день почему я снимала без без микрофона потому что немножечко болит губа и так я снимала только-только когда проснулся на утром мне очень было бы полезно эмоционально говорить микрофон с эмоциями и все проще поэтому я сейчас буду просто поверхностно озвучивать все что происходит в этом видео точнее во втором продолжении этой части значит я поняла что надо подождать когда это чудо будет пролететь мимо нас и мы будем просто за ним бегать и находить места куда нужно ставить эти час чаши надо было сразу сделать так чтобы камера персонажа была чуть подальше потому что когда мы так близко к персонажу я не могла спокойно смотрю по сторонам и я не сразу нашла все чаши то есть мне понадобилось время чтобы вообще понять что надо делать камеру дальше чтобы увидите места куда нужно все это ставить и чтобы не пропустить опять этого монстра который ходит в принципе одно место вообще в этой стороне оказалось от этого монстра то есть он сюда вообще даже не проходит я решила отбежать на всякий случай и сделать нормально камеру потому что вот так невозможно а вот так уже лучше сразу начинается другой обзор больше видно по сторонам ну вот и вот с таким вот ракурсом мы значит верим верим и ищем последнее место для чаши последнее у меня даже не представляется у меня в принципе горло оно не болит мне очень больно глотать и вообще там сопли в горле и карма в общем я нашла последнюю чашу где я поставила или к своей лошади и басу ставят бобру озвучивать он ничего не буду потому что мне это очень болезненно мне говорят что я должна сейчас не смогу коня и в общем вот эту усилку отвлекать чтобы он попал в ловушку я когда читала задание я думала вы серьезно он же меня съест он меня съест с первого раза но как бы задание из задания пришлось совесть на своего верного мустанга одного из верных мустангов кстати надо будет потом пополнять коллекцию потому что мустанги я наверное одна из моих самых любимых паровок старстейбл я думаю кстати об этом отдельное видео записать на попозе значит вот эту усилку очень злой на самом деле у меня очень быстро щелка потому что я успела все это читать на самом деле то есть не просто я подождала перешел к нему нет я просто ждала пока я все это смогу начать чтобы потом переключить поэтому так быстро некоторые диалоги переключаются я их очень быстро прочитываю в общем когда читаешь некоторые вот эти вот задания где точнее диалоги вообще в страх угоняют я вот научу про тот случай когда я и моя подруга ходили у нас должны были быть задания спасения Линды из башни мы впервые услышали этот плач Линды в башне ой мы еще вечером играли каждый у себя просто дома но она мне в какой-то момент пишет типа что это за плач? я так испугалась типа около замка проезжал я говорю все спокойно это нормально это детская игрушка вообще а да я еще вот эту игру сейчас вы видели я такой круг сделан я не смогу я пройти с первого раза потому что я вначале проехала мимо флажка а потом у меня лошадь не смогла завернуть на препятствия я четко врезалась в магическую ловушку этого усики 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 наверное усики потому что усики это усики но тут уже вроде бы я постаралась что надо пройти эту гонку и больше не реализаться я не люблю гонки постараюсь проходить аааа но есть у меня такие гонки которые которые я уже заранее знаю что нет ребята с первого раза я не пойду вот вот это место я не люблю когда в этом гонке находишь потому что всегда обязательно врезаешься вот в эти вот твоими препятствиями мы еще не я приходится переходить на манежный уголок чтобы приобрести ааа а тут оказывается я поняла что у меня микрофон записан вообще странно потому что я при записи микрофон отключала я была в полной уверенностью что микрофон не работает интересно интересно тут еще есть где-нибудь признаки того что я болтаю и мы сдаем задание хорошая работа точнее хороших делах да и тут нам говорят что мы должны взять эту статую потому что монстр ослаб и мы должны значит поймать монстра в сосуд который в котором он до этого жил мы подходим я еще главное думаю как хорошо что в Старстейбл вот они говорят давай быстрее пока у меня чуркался а ведь на самом деле как хорошо что в Старстейбл нету некоторых заданий вроде бы на таймер вот поймали все и ночь сразу исчезла и такая статуя является мне нравится они так странисты такие крутальные особенно брок всем за помощь да я ты можешь забрать статую обратно к пещере ну правильно им страшно и к ней вообще подходить а мне меня просят ее вообще вести на себе и на своем коне ну чем еще заняться вернись тогда где все началось я нашла статую лучше скракать она к пещере на контрактистах ну что ж ну скачем вот может приехали а я еще не сразу поняла потому что знаков восклицательного сдачи задания нету у него недовольного но оно есть на карте я поэтому карту я открыла но как видите задание есть тут вообще какое-то непонятное задание и там я буду уверена то есть вообще потом задание появилось благодарю нас хвалят благодарят и как это говорится время подарочков я думаю нам дадут что-нибудь какую-нибудь вещичку интересную или что-нибудь типа того но нет нам дали осколки души или как их называют в общем вот так у нас как раз четыре осколка можно еще один получить и пойти за пульсок ну который нам дали очень спасибо что посмотрели это видео до видео очень долго я сниму его вообще два дня даже простыть у меня есть с вами была я Доналия и два моих коня верный король мустанг на котором я сижу и великий орел всем пока не забывайте чистить лошадок и удачать их морковку до новых встреч и как всегда кто творит за себе этот конец вообще ладно всем пока